В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите итоговую программу «Город» в студии Галины Давыдовой. Здравствуйте! Новости Галины Давыдовой. Новости Галины Давыдовой также присоединились депутаты областного законодательного собрания Павел Коржавых и Светлана Рыжова. О ходе работы рассказал Евгений Шестаков, глава Приморской администрации. «Футбольное поле, современное покрытие искусственное, беговые дорожки прорезиновые, спортивные тренажеры, волейбольные и баскетбольные площадки». На данный момент на стадионе заменено покрытие искусственного футбольного поля. Устроена дренажная система, беговые дорожки, освещение, установлены уличные тренажеры. Глава муниципального образования Петр Ельцов не смог удержаться от соблазна испытать один из них. Дополнительно проводятся работы по организации площадки для пляжного волейбола и благоустройству территории. К проверке их качества Валерий Савинов подошел со всей строгостью. В ходе осмотра он высказал подрядчику несколько замечаний. «Нет переходов, границы нет. Не хватает элементов, которые могли бы более комфортно и безопасно прогреться». Окончание работ запланировано на декабрь. Как обещает подрядчик, все будет готово к 15 числу. Замечания главы районной администрации будут учтены, недочеты исправят. Также в ходе рабочего визита в Приморск Валерий Савинов ознакомился с ходом строительства Дома культуры. Его окончание без преувеличения ждут многие жители городского поселения. «Общей площадью 6000 метров квадратных. Максимальная посещаемость 800 человек. Вместимость из них 350 – это танцевальный зрительный зал, 350 посадочных мест и на 150 человек танцевальный зал». Проект впечатляет своими масштабами. Делегация осмотрела стройплощадку как снаружи, так и изнутри. Работа здесь кипит вовсю. Сегодня производятся работы по кладке стен. Снаружи они облицовываются кирпичом, монтируется кровля. До конца года появятся окна. Самая главная задача на этот год была не остановить строительство, дать возможность зайти в экспертное сопровождение, в государственную экспертизу подрядчику, для того, чтобы пересмотреть стоимость основных удержавшихся материалов и для того, чтобы в следующем году продолжить стройку. И мы уверены, что подрядчик с этим справляется. В следующем году планируем завершить строительство данного объекта. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Вопрос создания велодорожек в Выборге назревал уже давно. Проехать на собственном или арендованном велосипеде, через все городские достопримечательности, любуюсь их красотой, или просто добраться до нужного места. В будущем это можно делать безопасно. Конечно, в первое время такие нововведения будут непривычны для других участников дорожного движения, особенно для автомобилистов. Но даже для них в существовании велоразметки есть плюс, считает председатель областной федерации велосипедного спорта. Потому что теперь наиболее четко видно разграничения. Велосипедист едет не по одной и той же дороге вместе с водителем. Он едет по отведенному месту специально для него. Причем это не обязательно спортсмен, это любая домохозяйка, женщина, человек, который недавно сел на велосипед, подросток. Велодорожки, безусловно, в плане безопасности, безусловно, дают нашему городу огромный плюс. По мнению Алексея Редакова, в Европе – люди. Вопросами наличия велодорожек в родном городе даже не задаются. Велосипед уже давно и прочно вошел в жизнь значительной части населения. В таком городе, например, как Оулу в Финском, летом 70% населения передвигается на велосипедах. Зимой – 40%. В Лаперанте – 20-25%. У нас на сегодняшний день, если будет 5-7%, это уже будет здорово. Велосипедистам, находясь на велодорожке, не стоит забывать о том, что это все-таки не гоночная трасса. Она подразумевает спокойное движение и требует максимум внимания. В проект планируется добавить больше информации по правилам передвижения. Позже в городе появятся специальные щиты, а также установят дорожные знаки. Проектом также предусмотрены отдельные участки, например, как вот этот, где предполагается совмещение велосипедной и пешеходных дорожек. При этом преимущество всегда будет у пешехода. А это, кстати, идеальный вариант поведения велосипедиста, когда ему на пути встречается пешеход. Об устройствах велодорожек в Выборге довольны местные любители двухколесного транспорта. Наталья Кириллова передвигается по городу на велосипеде уже около 30 лет. Всегда с собой шлем и фонарик, который включается в темное время суток. А когда-то ее вдохновил опыт других стран. Всей семьей они не раз участвовали в велопробегах по Скандинавии. Там можно увидеть и старого, и маленького на велосипеде. Там девушки в красивых платьях, мужчины в деловых костюмах. И тогда я подумала, как здорово, если вот так будет в Выборге. С тех пор я села на велосипед и передвигаюсь по городу практически всегда на велосипеде, когда позволяет погода. На велосипеде передвигается и вся моя большая семья. И дети, и внуки. У каждого свой велосипед везде? Конечно, и не по одному велосипеду, я вам хочу сказать. Напомним, что проект велосипедной инфраструктуры Выборге предусматривает четыре этапа. Один из них уже реализован на Смоленом мысе. В перспективе туристы смогут выезжать к парку Монрепо, а также на стадион «Авангард» в сторону международной дороги на Светогорск и в направлении региональной трассы «Вело-47» на Санкт-Петербург. Наталья Кириллова планирует велопрогулки по любимому городу вместе с внуками. Я призываю всех, оставляйте автомобили, садитесь на велосипеде, и мы с вами встретимся здесь на дорожке. Кстати, прямо во время съемки Наталья Кириллова встретила своего друга. Привет! А что ты мимо-то проезжаешь? Но, видимо, он куда-то торопился или был в наушниках. Галина Давыдова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Выборжцы голосуют за то, чтобы автомобильные покрышки превращались в сырье для полезных продуктов. Брошенные хаотично в лесу или в прибрежной полосе, они составляют экологическую опасность четвертого класса. На стоянке для автомобилей в начале Московского проспекта был дан старт региональной акции по сбору на утилизацию шин, отслуживших свой срок. Каждый желающий мог привезти сюда старые покрышки. Из Выборга они отправятся на перерабатывающий завод Синявина. Прямо здесь же прошли переговоры, которые послужат началом организации так называемого экономически замкнутого цикла. Наша задача в том, чтобы рассказать людям о том, как цивилизованно и правильно утилизировать шины. То есть не надо их везти на контейнерную площадку и просто там бросать. Наша задача в том, что вот этой акцией мы хотим привлечь внимание людей, что вот есть специальные компании, которые занимаются их переработкой. Они сейчас готовы в каждом районном центре Ленинградской области создать площадку, создать территорию, на которой будет создана определенная база, куда любой человек может законно привезти и бесплатно отдать соответствующие шины. И эти шины гарантированно попадут на переработку. Акция получила статус автопробега. В течение двух недель она пройдет в восьми городах Ленинградской области. Наш девиз – это сделать так, чтобы шину было проще сдать, чем ее выкинуть куда-то в лес, во брак и так далее. И поэтому мы, скажем, стараемся подобраться к каждому отходообразователю, каждому автовладельцу, который когда-то задумывается о выбросе шин, чтобы у него была такая точка, как можно ближе к его месту жительства, месту обитания. И здесь сейчас, вот в Выборге, почему мы организовали эту машину? Эта машина будет стоять здесь один день, и можно будет выкинуть свои шины, все, кто хочет, может приехать, спокойно их туда положить и уехать. Это не решит вопрос сдачи шин один день. Но, тем не менее, вот уже сейчас с администрацией мы начали достигать договоренности о том, что они предоставят нам площадку для того, чтобы мы могли отсюда забирать, когда накапливается определенный критический объем, чтобы логистически это было приемлемо. К сожалению, проблемы с бесхозными шинами сегодня и еще существуют. И в администрации Выборгского района очень надеются, что совместными усилиями такой пункт приема шин удастся организовать. Назрела необходимость решить вопрос с утилизацией шин. Тем более в нашем городе мы очень часто в районе видим места складирования в лесу, на контейнерных площадках складируются отработанные шины. Это неправильно, да, это противоречит и законодательству об отходах производства и потребления, и вообще вредит экологии. Поэтому очень хорошо, что вот есть такая организация. Мы сейчас ведем переговоры, определим места складирования отработанной резины и дадим объявления через средства массовой информации, через сайты администрации, куда население может свозить отработанные шины. А между тем, буквально через полчаса после начала объявленной акции на площадку подтянулись желающие в ней поучаствовать. Целый прицеп привезли из садоводческого товарищества. Мы узнали об этой акции ВКонтакте. У нас в садоводстве накопилась седная сумма колес, да. Мы с инициативной группой собрали все колеса и решили вывезти. Вот взяли на обеде, с работы приехал, все вывезли. Очень интересная акция, потому что скапливается на базе транспортная фирма, скапливается на базе покрышки, которые уже не нужны, и очень сложно их утилизировать. Большое количество, заинтересованы, информацию я принял интересную, договорились. Будем скапливать, будем вызывать, утилизировать. Так что же ценное может получиться из старой покрышки? Шины измельчаются, очищаются от текстильного и стального корда, и мы на выходе получаем чистую резиновую крошку, из которой делаются различные товары, да, уже готовые. То есть она используется для детских и спортивных резиновых покрытий, в дорожном строительстве, как добавка в асфальт, ну, специальным образом подготовленная, естественно, для производства различных резинотехнических изделий. То есть спектр использования отработанных покрышек достаточно велик и интересен. Подтертая, ненужная старая шина становится возобновляемым источником для других продуктов. И жизнь продолжается. А экологическая ситуация в районе становится стабильнее. Наталья Березовская, Кирилл Воженин, Медиагруппа «Наш город». Выборгский судостроительный завод 12 ноября отмечает 73-ю годовщину своего образования. В этот день, в 1948 году, было утверждено временное положение, введенном в частичную эксплуатацию завода номер 870 Министерства судостроительной промышленности. С того момента предприятие стало неотъемлемой частью отечественного судостроения. Спустя семь десятилетий ВСЗ занимает лидирующие позиции в отрасли. С момента основания на заводе построено более 220 судов различного назначения, 9 морских буровых платформ и 105 модулей верхних строений платформ для разработки нефтегазовых месторождений. Одновременно на ВСЗ ведется параллельное строительство нескольких рыболовных траулеров в различных модификациях и один ледокол. Выборгская верфь открывает и новые направления – строительство научно-исследовательских судов. Над реализацией всех проектов трудится сплоченная команда специалистов – более 2000 человек. На сегодня портфель заказов ВСЗ действительно впечатляет и обеспечивает загрузку предприятия до 2026 года. Медиагруппа «Наш город» стала лучшим СМИ, освещающим парламентские выборы, состоявшиеся в сентябре 2021 года. Финалистов конкурса «Медиавыборы» определял областной избирком. В номинации «За лучший сюжет в телеэфире» первая премия присуждена съемочной группе программы «Город новости по-выборски» за репортаж «Первое в жизни голосование». В нем коллектив авторов рассказал о юной выборжанке, которая не отказалась от возможности сделать свой выбор. Участок, на котором проголосовала студентка Алина Шамаева, расположился в детском саду «Росинка», куда она ходила ребенком. Еще одним материалом, названным лучшим на конкурсе, стал наш репортаж о пациентах медицинского стационара, принявших участие в голосовании. Его авторы побывали в Выборгской межрайонной больнице, куда приехали члены участковой избирательной комиссии, чтобы свой выбор мог сделать каждый. Кроме журналистов программы «Город новости по-выборски», в конкурсе «Медиавыборы» приняли участие сотрудники СМИ из Киришей, Соснового Бора, Тихвина, Гатчины, Приозерска, Волхова и других городов Ленинградской области. Ленобл-Избирком поблагодарил журналистов за творческий подход к освещению прошедшей избирательной кампании и совместную работу по повышению правовой культуры избирателей. А медиагруппа «Наш город» по-прежнему продолжает знакомить своих зрителей с актуальными новостями, делая упор на качество и оперативность. Татьяна Анкудович, Валентин Денисов. Медиагруппа «Наш город». День и ночь на посту. 10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники полиции. Люди в форме, которые охраняют наш покой и правопорядок. На земле, на воде и в воздухе. В том числе и на транспорте, в частности, железнодорожном. Огромный пассажиропоток и ежегодно растущий объем грузоперевозок на железной дороге требуют от сотрудников линейных отделов особого внимания и ответственности. Накануне праздника наша съемочная группа отправилась на станцию Выборг. Здесь уже пять лет в должности заместителя начальника линейного отделения полиции несет службу Дмитрий Бижан. При первом взгляде на этого высокого широкоплечего человека в форме вспомнились строки про любимого героя всех советских детей – дядю Степу Сергея Михалкова. Помните, потому что службу эту очень важной нахожу. Так получилось и у Дмитрия. После школы хотел строить железные дороги и закончил профильный вуз. Но волею судьбы обеспечивает сегодня на РЖД охрану правопорядка и законности. Наше отделение представляет собой небольшое подразделение полиции. Дислоцируется оно на станции Выборг. Есть сотрудники патрульно-постовой службы полиции, есть оперативные полномочные, которые занимаются выездами и выявлениями преступлений в отношении граждан, либо в отношении хищения какого-то. Выявляют преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Ну и сотрудники осуществляют контроль за общественной безопасностью. Подразделение контролирует железнодорожный транспорт, идущий в направлении Санкт-Петербурга и в другую сторону, до границы с Финляндией. И, конечно, вокзал. Десятки электричек, тысячи лиц. На платформах царит порядок. Попробуем его нарушить. Правильно. Курение на платформах запрещено. И, кстати, многие граждане уже правила понимают и принимают. А теперь отправимся в уходящую с перона электричку. Помочь сотрудникам полиции в патрулировании вызывается кинолог транспортной полиции Ирина Синина со своим четвероногим сослуживцем по кличке Фаст Уна. Пассажиры относятся к этому спокойно, ведь ничего запрещенного они не везут и ведут себя адекватно. Следующий этап – проверка железнодорожного вокзала. Конечно же, мы продемонстрировали постановочные кадры с имитацией запаха наркотического вещества. Но это ежедневная работа Фаст Уна и его наставницы. Сотрудники проверяют людей, которые по внешним признакам похожи на людей, которые употребляют. И мы нюхаем багаж, и собака обозначает, если в багаже есть какие-то наркотические вещества. Ну, такое бывает довольно-таки часто. Ирина рассказывает, что приезжая на объект, собака чувствует себя обязанной поработать. Поэтому игровой вариант для стимула четвероногого полицейского должен быть всегда. А потому, как активно Фаст Уна дает интервью, мы видим, что он доволен. Известно, чем незаметнее работа полиции, тем она профессиональнее. Чем реже мы о ней вспоминаем, тем эффективнее ее действия. Но в день профессионального праздника сотрудники полиции в центре внимания. И это справедливо. Наталья Березовская, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Городской рынок Выборга как место притяжения и развития стал главным героем воркшопа. Этот образовательный проект в течение двух недель объединил будущих архитекторов и дизайнеров из Москвы и Петербурга. Студенты двух столиц фантазировали на тему концептуального сценария развития центрального выборгского рынка. Он стал площадкой для отработки навыков и творческого самовыражения. Начали с экскурсий и изучения градостроительной истории Выборга. Затем занимались оформлением проектов под руководством опытных кураторов в сопровождении лекций экспертов Италии и Португалии. Итогом стала презентация работы «Выставка в стенах средневековой крепости». Здесь студенты представили четыре варианта усовершенствования рыночного пространства. Это именно образовательное мероприятие, цель которого – потренировать ребят в различных способах и методиках проектирования с привлечением молодых архитекторов из Санкт-Петербурга и наших друзей и коллег из-за рубежа. Были затронуты очень много вопросов, связанных с градостроительными аспектами, с решением каких-то средовых проблем и потенциальными вариантами развития его внутреннего пространства. Среди предложений – функциональное обновление торговой зоны, благоустройство прилегающей территории, дополнение здания рынка арт-элементами. Здесь, как вы видите, никто ничего не демонтирует. Все остается в рамках того объекта, который есть. Он, возможно, восстанавливается частично. Приносится идея о том, как можно улучшить этот контакт между продавцом и покупателем, вернуть эту историческую и материальную ценность к тому рынку, которого мы знаем. Есть предложение адаптировать пространство не только под торговлю, но и организовать здесь выставочные площадки, проводить мастер-классы, фестивали. Для этого группа студентов предлагает использовать передвижные модули, которые позволят менять функционал помещения. Здесь можно видеть примеры разработанных нами ячеек. Первая представляет собой обычный прилавок. Вторая – это сдвоенный блок магазина. И третья – блок лестницы, которая позволяет подняться на второй ярус этого пространства. Студенты считают, что рынок вполне может привлекать жителей и гостей не только товарами, но и киносеансами. Мощная прокачка скиллов. Очень было здорово и классно. И на таких вот воркшопах растешь. Это был очень полезный опыт. Участие в этом воркшопе как-то расширило наши границы. Показало, каково это – работать под руководством кураторов. Мы предлагаем сделать внутри рынка многофункциональное пространство. Сохранив какую-то часть функции рынка, часть пространства сделать трансформируемым, способным ориентироваться также на такие потребности города, как проведение фестивалей, каких-то других мероприятий. В настоящее время эти фантазийные проекты к реализации не рассматриваются, но в будущем вполне могут послужить идеей развития городского рынка. Виктория Иванова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город новости по Выборгске» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова